Всем приветик! У нас сейчас час дня, и я пришла на кухню, сейчас буду готовить обед. Занятий не было, ну, все еще болею. В общем, на этой неделе я решила, наверное, не перетруждаться, не заниматься, в общем, пропустим. Тем более завтра мне по работе надо рано ехать, ну, пятница уже туда-сюда. В общем, эта неделя у меня вылетает. Хотя, может быть, не будем зарекаться, может, я сегодня после работы пойду что-нибудь на руки подделаю, потому что после последних занятий на руки, у меня руки не разгидаются, болят, надо что-то, надо их размять, так что сильно не буду, но так, может быть, немножко, посмотрим. Если сделаю, то вы потом увидите. Что я сейчас сделаю? Сейчас я решила открыться, вот у меня такая колбаска с сыром, это съем. Не написано, сколько калорий, не знаю. 85 грамм. В общем, покрою сейчас кофе, пока будет готовиться. Готовить я буду в аэрофраере куриные ножки. Вообще по программе марафона, но если ей следовать точно, сегодня у нас день охотника-собирателя, то есть это стейк, это какие-то овощи, ну, зеленый салат, это ягоды, сыры, орехи. В общем, сегодня наедаемся, потому что потом по программе следует два дня голода. Но я хочу сразу сказать, что два дня я делать не буду. В этот раз болею, антибиотики пью, поэтому на голодный желудок антибиотики это было бы вообще. Так что что-то перекусывать я буду. Завтра, скорее всего, буду в поездке целый день, поэтому у меня будет, наверное, меньше. Ну, завтра будет завтрашнее, посмотрим. Но сразу говорю, что два дня голодать, на этой неделе я не буду, поэтому я уже отхожу от программы. Сегодня, опять же, у меня не стейк, будет курица, тоже как бы не по программе, но я стараюсь придерживаться питания с низкими углеводами. Итак, вот это вот мой обед. Здесь три маленьких куриных ножки. Я только что взвесила, вон весы стоят. 171 грамм. Интернет говорит, что в 100 граммах курица, приготовленная в аэрофраере, в аэрогриле, 285 калорий в среднем, ну, в зависимости от рецепта. Здесь у меня ничего к ней не добавлено, никакого маринада. Просто в аэрогриле, и потом я сверху посыпала специй. Вот этой вот. Так что, потом морковка по-корейски, я доедаю свою морскую капусту. То есть 170, я забыла, сколько там было грамм. Ну, в общем, 175 грамм. На 100 грамм 285 калорий. Ну, наверное, калорий, надо посчитать, сколько у меня тут калорий, напишу внизу. Это для тех, кто говорит, что я, наверное, много ем. Там, например, курица с беконом, это много калорий. Ну, учитывая, что это была одна еда в день, я не думаю, что я перебираю по калориям. Хотя, может быть, вам со стороны виднее. В общем, вот, я съела колбаску с сыром. Сейчас, кстати, уже почти, сколько у нас времени? Час 30. И вот я буду сейчас кушать. Колбаску с сыром полчаса назад съела с кофе. Сейчас буду это кушать с водичкой. Очередное включение. Иду гулять. Закончила сегодня работу чуть пораньше. Сейчас где-то без 15.05. Вот, оделась, вышла. Думаю, пройдусь, хоть сколько-то шагов нахожу. На улице тепло, вообще весной пахнет, снег тает. 50 градусов по Фаренгейту. Ну, сейчас солнце сядет, похолодает, конечно. На следующей неделе у нас тут вообще по Цельсию плюс 15 обещают. Но я, правда, в командировку уеду. Там холоднее будет. Вот, так что пока у нас зима кончилась. Так, все, с рядом погуляли, домой пришла. Решила выйти в тренажерный зал. Тренировку делать не буду сегодня. Но руки надо как-то вот так с гантелями на трицепс. Или это бицепс? Тьфу, блин, бицепс. На бицепс покачать, а то они у меня вот так вот до конца не разгинаются. Очень больно. Так, чтобы выпрямить вот так. В общем, надо размять мышцы немножечко, потом потянуть их. Чтобы завтра было лучше. Так что сейчас просто на скамейку сяду и поделаю на руки с гантельками что-нибудь. По шагам погуляла. Конечно, лучше, чем ничего. Но на данный момент... Сейчас покажу. Сейчас покажу. Вот. 5.30 у нас это. 4.431 шаг. Ну, как я уже сказала, это лучше, чем у меня было до прогулки. Наверное, где-то тысячи три нагуляла. Ладно, сейчас позанимаюсь, потом пойду смотреть, что там на ужин. Так, время ужина. 6.04. Что у меня сегодня на ужин? Доедаю рыбу. 100 грамм морковки по-корейски. Я вам взвешиваю, чтобы показать. Интернет говорит, что это 32 калории. Но это 7 грамм углеводов. В общем, у меня сегодня углеводный день получается. Только из-за морковки даже. И потом я еще съем кусочек сыра бри. Вот такой вот будет ужин. А потом я хочу приготовить полезный... Ну, в смысле полезный. Он, наверное, не полезный, но кето-десерт. Если у меня не пропадет желание, покажу рецепт. Так, готовлю я рецепт. Здесь, в общем, делаю что-то типа сгущенки. Это будет... Не знаю, что будет. Что-то среднее, наверное, между конфетами баунти и глазированными сырками в шоколаде. Почему не знаю, что будет? Потому что все зависит от того, какая кокосовая мука. Это будет... Ой, не мука, а кокосовая стружка. Я уже такие делала. У меня была крупная кокосовая стружка. И она действительно получилась как баунти. Но говорят, если стружка мелкая, то она больше как глазированные сырки. Я не помню, вот когда в магазин ходила, какую там стружку купила. По-моему, более мелкая она у меня. Ну, в общем, сейчас посмотрим, что будет. Так, нам, наверное, огонь уменьшить. В общем, нужно... Здесь у меня... Я делаю двойную порцию сразу, потому что есть буду не только я. Ой-ой-ой-ой. Пока вам тут снимаю, у меня сейчас все тут вылезет из этой скоротки. Вот. На семью поэтому буду говорить двойную порцию. Я тут сразу на два все уже умножила. Здесь у меня сливки 180 грамм и 100 грамм эритритола. Эритрита. В общем, его я смолола в пудру и сюда положила. В общем, сейчас выпариваем, чтобы оно немножко загустело. Стало как сгущенное молоко. Эритритол у меня вот такой я покупаю. В общем, вот такое получилось. Сейчас остужу. И потом мы это смешиваем с 200 грамм крем-чиза. Можно маскарпоне, можно вот я буду Филадельфию крем-чиз. Вот у меня пачка на Филадельфии. Тут 226 грамм. Ну, в общем, у меня будет чуть больше, чем 200. Я ее, наверное, всю положу, чтобы не оставлять тут никаких хвостиков. И перемешиваем это с нашей сгущенкой. Так, в общем, вот я перемешала сыр со сгущенкой. И вот моя кокосовая стружка. В прошлый раз, когда я такие делала, у меня была крупнее стружка. Так что сейчас вот эта более мелкая по-другому. Сколько ее нужно, понятия не имею. В рецепте не говорится. Нужно, чтобы смесь была такая, чтобы из нее можно было лепить конфетки. Ну, я сейчас взвешу. Ну, и опять же, по-моему, чем крупнее стружка, тем она легче. Ее нужно будет больше по весу. Поэтому тут как бы точно не скажешь. Я взвешу, скажу, сколько вот такой вот, как у меня, вот такого вот помола понадобилось. Вот такая сгущенка получилась. Она уже остывает, но еще до конца не остыла. Я вам решила снять, показать. Сейчас я ее перелью в миску туда. Там быстрее остынет. И будем перемешивать с этим, с Филадельфией. Так, у меня ушло 250 грамм кокосовой стружки. Тут было всего 500, то есть ровно половина из того, что у меня было. Но опять же, я говорю, что она у меня довольно мелкая, поэтому ее больше или меньше. Не помню. Не помню. В общем, ладно. Потом я раскатала в такой более-менее квадратик. Ну, на пленку положила. Второй накрыла, раскатала, в общем, трамбовала. Вот. И нарезала вот по размеру конфет. Самую большую взвесила. Она мне 27 грамм показала. Самая большая. Ну, в общем, я старалась, конечно, сделать их приблизительно одинаковыми, приблизительно прямоугольными. Ну, вот, например, там, где с краю они у меня не получались. То есть можно делать в форме баунти конфет вот так вот все, если хотите. Но я не хочу заморачиваться. Они у меня вот просто прямоугольнички. Сейчас они пойдут в морозилку, не в холодильник, в морозилку. Они должны замерзнуть, потому что потом мы растопим черный шоколад. Добавлю туда немножечко масла кокосового. И мы будем их обмакивать в этот черный шоколад. И они должны быть ледяные, хорошо замороженные, чтобы после того, как обмакнешь в шоколад, он на них сразу почти застывал. То есть не надо будет их там держать, ждать, пока они это самое пять. Ну, в общем, сейчас покажу. Но после того, как обмакнешь, он сразу почти застывает. Но если нет, то еще раз потом в морозилку, пока не застынет шоколад. И все, и можно кушать. Итак, шоколадки, которые я буду растапливать. Вот у меня такой черный 86%. Здесь 90 грамм. По рецепту надо 100 грамм. Ну, так как у меня двойная порция, так я вот сижу и думаю, две, наверное, растоплю, чтобы точно хватило. И я тут уже посчитала, какой колораж будет. У меня получилось 25 конфеток. Посчитала, сколько всего. То, что я туда положила, плюс этот шоколад, получилось 160. Ну, опять же, конфетки у меня немножко разного размера. То есть я разделила просто на 25, как бы, если они одинаковые. Вот, и получилось 160. И если вот эти две шоколадки полностью уйдут, на то, чтобы их покрыть шоколадом. Третье раз пытаюсь сказать. Получилось, одна конфетка будет 167 калорий. Но я думаю, что когда я буду обмакивать шоколад, он не весь уйдет. Поэтому мы будем считать 150-160 калорий, наверное, конфетка будет. По углеводам это приблизительно где-то 9 грамм углеводов в одной конфете получается. Может быть, чуть меньше. Опять же, в зависимости от того, сколько на ней будет шоколада. И если конфета чуть меньше, ну, в общем, 7-9 грамм углеводов будем считать так. Вот такие конфетки получаются. Я думала, обойдусь в полторы шоколадки, но не хватило на 5 конфет шоколада. В общем, еще сейчас растопила. Но здесь еще две большие такие вот дольки осталось. Так что по колоражу немножко меньше, чем я там говорила, будет. Ну, приблизительно. В общем, 150 калорий, наверное, одна вот самая большая конфета. Которая поменьше, те будут поменьше. У меня получилось 25 конфет. Все, закончила. И пока я обмакнула все эти, они уже, в принципе, все. Вот последнее еще блестит. А так они уже застыли, потому что они были замороженные. Шоколад вымазывается немножко. В принципе, можно в холодильник уже не ставить, а как бы кушать. Но желательно, когда шоколад застынет, их куда-то сложить и хранить в холодильнике. Пришел, пришел. Ты будешь есть конфета? А что это? Попробуй. Ой. Ну, вот немножко еще не застыла. Руки вымазать. Половину. Ну, сейчас я тебе отрежу. А я сейчас попью чай с одной конфеткой. Ну, в принципе, вот 25 штук. Если на одного человека, то по одной в день, то, в принципе, вот почти на месяц десерт готов. Пока. på 마у. Пока.